Доброе утро! Мишечка сказал, что он не может доброе утро говорить. Миша заболела горлышко. Но он ещё вчера сопливил с самого утра. Я подозревала, что дело тут не чисто. Болит горлышко и сопельки. Так что мы сегодня остаёмся дома в садик, где идём. Сегодня четверг, поэтому я пойду сразу запишу его в поликлинику на понедельник. Я думаю, недельку мы просидим. Так что хорошо, что логопед нас записала только на ноябрь. Потому что сейчас мы будем немножко сидеть дома и никуда не ездить. Всем привет! Вы на канале Моя Весёлая Смейка. И это новый звук. Мишечка, что-то тасует. А кто? Лиза, тебе надо в школу собираться. У тебя не разбавилось горло, я надеюсь? Я играю, не мешай. Лизок, давай собирайся. Тебе не видно там, глаза за прозректором спрятались. Время 7.05, пора в школу собираться. Уже скоро выходить. Сегодня детьми занят. Вообще он с Мишей, с Мишей играл ещё дофига времени. Всё, 10 утра нет. У Кати сегодня к пятому уроку. Тратим время с умом. Саша объясняет Кати информатику. А, интересно, бит, потому что посчитали. И вот она сперва разделить на 8, мы получим количество байт. Ну, давай, чтобы тебе понятно было, вот чуть ниже отступи, иначе, это из 2768. Нет, 2700. Ну, то, что ты получила число. Всего байт, да, это простыми числами ты перемножила, тупо всё, и получила это число. Теперь можно разделить на 8 и получить байт. Нет, просто запиши запись, разделить на 8. Это равно там и байты. Количество байт получил. Поняла почему? Это у нас количество бит, мы посчитали. Теперь, чтобы получить количество байт, мы должны разделить на 8, потому что каждый байт из 8 битов состоит. Пока они там информатику делали, пока я морально поддерживала Катю, пыталась тоже вместе с ней во всё это въехать. Машину забыла прогреть. Сейчас, короче, надо по рабочим делам съездить. Надо в магнит съездить купить кое-что. Да, я сегодня даже не накрасилась. Ладно, пофиг. Похожу пандочкой пока. Чё-то ещё надо было. Магнит. Голова не работает. А, аптека. Брызгалки надо взять для Мишки парочку. Мишка, в принципе, себя чувствует не так уж и плохо на самом деле. Но вот сели мы на справку, получается. Бабушка предположила, что, может быть, это мороженое вчерашнее. Странно. Вчера мы ели подтаявшее мороженое. Он с утра немножко сопливил. Я ему пшикала. Потом мы приехали туда и обшикала. Ну, насморк немножечко был. Так, знаете, периодически. Ну, вот, видимо, начиналось это всё ещё вчера с утра, но в лайт-версии. Ладно, бывает. Может быть, зря мороженое дала. Ладно, будем работать с тем, что есть, правда же? Надо будет ещё завтра, либо сегодня вечером напишу Ольге Петровне. Завтра мы к ней тоже не придём, раз мы заболели. И разговор о переносе, пока она на одно занятие откладывается. О-о-о-о! Не вовремя. Не вовремя ребёнок болеет. Тут зашла сегодня на канал. А одно из моих видео, по-моему, вчерашнее, набрало почти 400 просмотров. Посмотрела, думала, по поиску начала выдавать по лечению дезортрии, там, всякое, ну, то, что вот я вставляю сейчас в теги. Нет. Просмотрят в внешнего источника. Кто это разместил на каком-то сайте? На каком сайте можно разместить влог? Скорее всего, какой-нибудь обсуждальческий сайт. Кто-нибудь что-нибудь обсудил. Ну, вообще, влоги это такая тема, где всегда есть о чём посплетничать, что пообсуждать, где найти какие-то изъяны. Потому что в любом человеке можно найти изъяны. Так что где-то меня пообсуждали. Ну, ладно, бог с ними. Если людям заняться нечем, пусть обсуждают. Я, правда, об этом пока не знаю, кроме количества просмотров, которое возросло. Прогрелись. Как-то машинка напряжно работает. 6 градусов. Говорят, сегодня был заморозок. Типа минус 1 где-то. Ну, верю, потому что машинка явно подмёрзла с утра. На стекле такая паутинка. Ледовая. Всё, ребята, зима пришла. Всем забыла. Мне ещё корм куриный нужен, поэтому приехала за ним. Вертова. 10 килограмм взяла. Ну, не того же корма курина, который мы берём мешком. Попозже съездим мешок возьмём. А, тяжёленький. Всё, машину пора парить. Грязненькая стала совсем. Следующая остановка. Магнит. Пойдёмте. Фейли, сахар и салфетки. Я сегодня окно отмыла одно. Но поняла, что мне салфеток не хватит на отмывание окна. Поэтому покупаем ещё салфеток. Второй пункт выполнен. Правда, салфетки не нашла. Вон, видите, бумагу. Взяла бумагу. Сахарок взяла. И бумагу, и фейли. Фейли какой дорогой стал. Раньше можно было литр фейли за сотку купить по акции. Сейчас литр стоит 166 уже. С 30% скидкой. Вообще дорогой. Вот. И я, короче, это... Нашла там два полулитровых по 70. Всё лучше 140. И один 650 миллилитров за 80. Грустненько. Цены растут. В магазине сказали... Ну, я в маске всё время хожу. А там некоторые как бы без маски. И продавец опять начала говорить, масочку одеваем, масочку одеваем. Я говорю, нас тоже ужесточили. Вчера в Краснодаре сказали, в магните, она сказала, что со вчерашнего дня ужесточили. Что типа масочный режим, всё такое. Как бы нам это не грозило новым карантином. Я надеюсь, что не будет. Потому что будет совсем плохо. У меня вообще сейчас карантин не в тему. Дело не в том, что все дома сядут, и это будет взрыв мозга. Дело в том, что у меня бизнес напрямую, тот, который мне приносит деньги, а не тот, который в планах будет приносить, напрямую зависит от того, работают люди или сидят дома. Потому что праздничный бизнес сразу умирает в карантин. Мы это в прошлый карантин проверили, и больше не хочется. Поэтому не хочется карантина. Как у вас там в городах? Тоже ужесточили. Получается, что вчера? С 20-го числа ужесточили у нас режим. Напишите, как у вас дела обстоят. Когда этот чёртов ковид уже кончится? Так, два дела выполнены. Осталось строительный магазин и аптека. Сейчас едем тогда до бабушки, кофейку хряпнем. Потом попрошу её с Катей сегодня повспоминать сокращение степеней. Потому что Саша, когда ей объяснял информатику, там всё на математике построено. И она не помнит, как сокращать степени. Мы сейчас вспоминали. Поэтому попросим бабушку, чтобы она у бабушки тоже потренировалась немножечко. По информатике решили готовить к ОГЭ. Я говорю, так мы же не сдаём ОГЭ Катя. Она говорит, учительница сказала, что те, кто выбрал сложные предметы, типа биологии и так далее, могут в последний момент передумать и прийти сдавать ОГЭ по информатике. Я говорю, а если мы уверены, что мы не пойдём сдавать ОГЭ по информатике? Нам всё равно надо к нему готовиться. Короче, если так сделают на всех предметах, мы чокнемся, вот серьёзно. Девятый класс. Девятый класс – это тяжело. Ладно, справимся. Саша объясняет информатику. Я русский, английский, литературу. Бабушка химию помогает делать и физику с математикой объясняет. Чё у нас остаётся невостребованным? Всякие истории и географии. Надеюсь, они не решат нам, насколько готовить, иначе мы застрелимся точно. Мне писали в комментариях, что, Света, а если бы у вас не было бабушки-профессора... Кстати, забавно, вы, конечно, бабушку называете профессор. Она не профессор, она докторскую не защищала. Но название мне нравится – бабушка-профессор. Вот. Что бы вы делали? А чё бы мы делали? То же самое, что делают обычные люди – нанимали репетиторов. То есть чужих бабушек и мам. Вот. Не знаю, где бы мы брали на это деньги. Слава богу, нам об этом думать не приходится. Вот. И мы очень-очень любим нашу бабушку. Мы её и без математики любим. А с математикой прям просто обожаем. Потому что я терпеть не могу, ребят, математику. Ну, мне бы пришлось, наверное, вспоминать математику. Как подумаю об этом, сразу вздрагиваю. Не люблю математику. Историю не люблю. Географию не люблю. И математику. Вот вообще. У каждого есть предметы, которые человек вообще не переносит. Вот я эти. Хотя математику всегда сдавала на пятёрку. И мечтала о том, что когда-нибудь это закончится, и не надо будет её учить. Это тяжело. Для меня было. Есть предметы, которые к душе. Вот у меня иностранные языки к душе. Литература. Литература. У меня историю, кстати, не любит никто. Девчонки тоже не любят. Даже независимо от того, что преподаватели их закидывают контрольными. Даже если бы не было контрольных, они всё равно... Ну, не нравится вот им история вообще. Не лежит к душе. Катя ещё от информатики вздрагивает. Вот никак её не учит. Но она и математику не очень как бы любит воспринимать, скажем так. Если был бы выбор, она бы её не учила. Да? Ну, а информатика, по сути, частично математика. Ладно, поехали к бабушке. Пока хожу по делам, основательно так потеплело. Уж, даже жарко. Я сейчас иду в аптеку, забежала в фикс-прайс батарейки купить для диктофона. То я последнюю вставила на последние съёмки. Беру в фикс-прайсе. Их достаточно надолго хватает, но она по цене выгодна. Чуть больше 10 рублей получается за батарейку. Пока меня устраивает. Сейчас пойду вот в эту аптеку, в социальную. Здесь всегда есть ингалипт. Для Мишки возьму пару штучек. Один всего ингалипт остался. Света скупила все ингалипты из аптек. Блин, жалко. Он в этой социальной аптеке недорого стоит. Слушайте, а там сейчас по пути, по-моему, ещё одна будет социальная, если я не ошибаюсь. Поэтому сейчас попробуем в неё зайти. И ещё один ингалипт купить. Мне два надо, потому что у Лизаветы тоже что-то подпершивает горло. Она жалуется. И если они будут одним пользоваться, то Мишке не хватит. Лизка нас активно пшикает. Вот. Поэтому надо два отдельных. Ещё зашла здесь в клинику выздоровления по пути, пока шла в аптеку. Записала Мишу на УЗИ сосудов шеи, которые логопед нас попросила сделать. Записала сразу на следующую пятницу с расчётом, что он выздоровеет, успеет. Потому что сейчас-то нет смысла делать УЗИ, а у них запись за неделю до. Поэтому записала. Стоить это будет тысячу. Не так дорого. Я думала, будет дороже. Нет. Это вполне такая адекватная цена. Ну, бесплатно мы не идём делать, потому что в нашей поликлинике лучше вообще лишний раз ничего не делать. И чтобы сделали то, что тебе надо, надо обращаться в более-менее ответственное заведение. В данном случае в частное. Точно, вон, смотрите, ещё одна социальная аптека. Сейчас узнаем, есть ли здесь ингалит, сколько он здесь стоит. В той аптеке он стоил 111 с копейками. Сейчас посмотрим, одинаковые цены в социальных аптеках или нет. Я в этой почти никогда не была. Так, вход только в Москве. Большая аптека. Туда поменьше будет. Взяла ещё два. По 114 он у них. Пускай будет. Я чувствую, в зимний период хоть 10 возьми. Всё равно улетит быстренько. Так, всё. Я в машинку. Попутно иду, переписываюсь со Светой. Так мы с ней ещё и не встретились ни разу, представляете? Живём теперь в одном городе, но никак. И она в беготне. И мы то болеем, то в беготне. Надо уже, чтобы всё налаживалось. Надо уже встретиться и познакомиться. Ещё в один магнитный последок Света решила приходить. Мне надо курицу. Сегодня и завтра курицу с картошкой и ботатом пожарю. Надо курицу, надо картошку. Заодно возьму молока и кефира. На ближайшие два дня не поеду на закупки. Так, сейчас надо найти курицу. Вот я бы ту марку взяла, которую уже брала. Совсем недорогую. Но тут уже её нет. Благояр, птица, кубани. Так. Там какие-то были цыплёнок, чего-то там. Только по 135 есть. Более-менее. Выгодные. Так, нашла ясные зори, но нашла их в виде бёдер. Можно, в принципе, и так. Надо только узнать, сколько они стоят. Так, дата упаковки 17-го года до 26-го пойдёт. Возьму, короче, несколько упаковочек. Сейчас узнаем по цене. Надо выбрать такие покруче. Потолще. Что ли? Вот такую. И вот эту, наверное, нам хватит. Какие-то ящики странные. Чё-то привезли, наверное. Чё-то написано. Заморозка. А почему заморозка стоит без холодильника? Вот в чём вопрос. Так. Не туда пошла. В другом пролёте. Ладно, пойдёмте. Вон до того, до дальнего добежим. Узнаем цену. Так. Макарончики нету, скидочки? На те, которые я люблю. Нету. Ладно. Тогда пока макарончики воздержимся. Будем картошку пушить. Такс. Ну-ка. Проверяем цену. 120. Ага, 148 за килограмм. Получается. Пошёл всё-таки по 136 курочек взять. Так. Мне нужны какие-нибудь толстенькие. Вот 2,200. Доручим за упаковку. Тогда берём вот эту. 2 килограмма на 276 рублей. И вот, 2,300. Ага. 2,300. Слушайте, я смотрю сейчас каналы всякие про просрочка. Патруль там против. И прямо это. Вообще все сроки годности проверяю. 21-го упаковано. А где срок годности? Точнее, когда изготовлено. Хренас 2 вам. Ага. Ну, пожалуйста. Просто раз и нарушение. То есть мы не знаем, когда она изготовлена. Новое молоко на пробу нашла. Вот такое вот. Вкуснотеево. Но в пакетах. По скидке было. Попробую. Кипирчик. Почему-то был написан по скидке, хотя обычная цена. А вот с картошкой мне не повезло. По 38. Но мелкая-мелкая, как сказала женщина, которая там рядом покупала, говорит, в мундирах. Я говорю, в мундирах никто есть не будет. А шкурку с нее уже не обскребешь. Поэтому придется сегодня истратить всю картошку, которая есть. И, наверное, придется идти уже в обычный овощной по полтиннику врать. Капец. Картошка дорогая. Мы же на юге. Мы на юге вроде живем. Тепло, да, сейчас вот. 16 градусов. 18 уже. А картошка у нас стоит, как будто мы, не знаю, на крайнем севере живем. Нет, я, конечно, понимаю, что там еще дороже. Но, по-моему, в Сибири она так же стоила. По-моему, нас дурят. Ладно. Я все купила. Ближайшие 2-3 дня можно... Ага, можно. За картошкой надо будет идти. Ближайшие 2-3 дня. А так, кроме картошки, у меня все есть. Поэтому можно ехать домой. Готовить обед. Времени 12 часов. Уже скоро Лиза закончит учиться. Придет к бабушке. После бабушки быстренько придет домой. И к 3 часам мне надо в поликлинику. И Сашу уже скоро надо отпускать. Пока я ездила, уже и Катя в школу ушла. Вроде ничего такого. Покупки разные. А столько времени заняло. Капец. Так, ладно. Поехали. Сейчас мы еще будем делать задание нашего логопеда из Краснодара. А ты плава по 3-й? Да. Набираешь немножко воды, неполные щеки. И держишь. Я считаю до 5. Потом говорю, все, ты глотаешь. Я много могу. Но надо чуть-чуть. Надо немного. Надо, чтобы щеки не надувались. Давай. Вот такое вот упражнение они делали. Держи. Раз, два, три, четыре, пять. Глотай. Молодец. Еще раз 5. Давай. 5? 5 пока. Давай. Еще чуть-чуть. Готов? Раз, два, три, четыре, пять. Глотай. Молодец. Давай теперь 10. Сможешь? Нет. Давай. Готов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Молодец. Еще разок давай. Хорошо? Набирай. 10 сложно держать? Нет? Тебе легко это все? Ну, хорошо. Давай еще разок. Готов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец. Следующее задание у нас дышать. Правильно. Как надо правильно дышать? Надо... Нет, ты поторопился. Надо очень медленно носом вдыхать. Трубочкой, губки трубочкой и выдыхаем. Угу. Давай. Сегодня будем просто дышать, а завтра со свечкой попробуем. Или вечером со свечкой попробуем. Будешь на свечку дуть, она будет хорошо задуваться. Давай. Давай. Еще разок. Молодец. Ой, как ты хорошо дуешь. Давай. Дуй мне на руку. Вот, до меня долетает. Молодец. Язычок где у нас отдыхает? На диванчике, да? На диванчике. За этим тоже сказали следить, чтобы язычок был на диванчике. Слушайте, я попробовала опустить язык вниз в спокойном состоянии. Так даже дышать неудобно. Так что нам с тобой надо приучить язычок жить на диванчике. Он не должен вниз упадать. В подвале жить не должен. Его диванчик наверху, да? А еще... Он у тебя падает. Кверху? Да, кверху должен быть. У меня всегда кверху. Диван сверху, а внизу подвал. Это же язычок. У него все по-своему. А еще нам логопед сказала делать упражнения. Это как раз упражнение на нашу дезортрию. Вот такие вот постилки взять, сказала, кусочек отрывать, складывать на кончик языка и поднимать к небу и держать. Вот самое сложное для Миши это поднять к небу эту постилку, потому что два действия он не может пока делать. Он даже расстраивается. Но, Мишенька, ты должен стараться. Даже если не получается, ничего страшного. Я ругаться не буду. Ты просто старайся, хорошо? Я не знаю. Ну, я не знаю. Не два. Мы раз пять сделаем. Я не знаю. Два раза. Два раза получилось? Да. И сейчас должно два раза получиться. Нет. А два. И его. Хорошо. Давай. Начинаем. Снять. Давай. Язычок высовывай. Сюда на кончик надо. Вот сюда, да? Давай, неси, неси наверх и прижимай наверх. Получается? Держи. Пусть она немножечко там сладеньким тает. Держим. До десяти считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Теперь можно скушать. Разжевывай. Она сладенькая. Вкусная? Вкусная. Еще и поощрение дают, да? Сейчас будем еще четыре раза так делать. Хорошо? А вечером все повторим. Ты молодец? Давай. Молодец. Все получится. Поставила обед готовиться. Сейчас покажу. Курочка с картошечкой. Вот видите, кабачком с бататом. Я думаю, что будет вкусно. Немножечко поджарится. И я долью туда водички. Чтобы пар был. Малого тоже помыла. Ну, котенка этого белого. Красивенький такой. Стал беленький. Сейчас засунула его обратно в переноску. Прямо в это. Ну, старая пеленка Мишкина. Я всех котов вытираю этой пеленкой. Закутала его в нее. Такой забавный. Поснимала. Ну, для ролика на кошачий канал. Так что, если кто хочет, посмотрите потом на кошачьем канале. Как он выглядел? Такой маленький белый гоблин. Когда вся шерсть прижатая. Симпатичный котенок. Сейчас будет беленький, пушистенький, красивенький. Вообще будет симпатичный. Либо сегодня, либо завтра устроим ему фотосессию. Ну, и фоточки я вам покажу, что получится. Из этого бедного чуда. Надо будет ему еще капельку от блох капнуть. Сейчас буду как раз своих обрабатывать. Милка тоже притащила блох. Надо обработать. И ему капельку капну. Знаете что? Я же купила корм корм. Это значит что? Это значит, что их надо покормить. Ой. Мы их и так уже вчера не кормили. Как бы они там это. Не скончались. Шучу, конечно. Беру вот это. Зачистила же картошки, батата, да всякого. И сейчас пойду возьму корм. Он у меня с другой стороны. Я же ленивая. Я его не понесла в сарай. Сразу. Мне не охота было. Понесу сейчас. Сразу корм. Не буду в сарай ставить. Поставлю мешок около кур. И будем там насыпать. Правильно? Что париться? Еще чуть маленький. Кончится быстро. Вот так вот. И в мешке все понесу. Заодно возьмем у курочек яиц. Вот. Сейчас курочки рады будут мне. Смотрите, какое у нас солнышко. Извините за тряску. Тут как бы без нее никак. Потому что я тащу корм и одной рукой вас несу. Вот. Для тех, кто страдает по бассейну. Вон видите, осталось чуть-чуть зелененького. Даже камера отказалась снимать. Продолжаю. Видите, вот чуть-чуть зелененького осталось. Все уже. Прочистилось. Вон там чуть-чуть. И вот эта вот штука с зеленой, ой, с голубой штукой. Вот там лежат таблетки. Вот буквально пару дней. Сожрет. Я вот ее опять передвинула туда, к зелененькому. Сожрет это зелененькое. Будем сливать. Ириска прибежала. Помогаешь мне? Привет, мои девочки. Пересчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все правильно. Сейчас будем вас кормить, девчата. Че? Ты тоже со мной к курам? Не советую. Группами приходят. Ждала хотя бы кого-нибудь из них, чтобы отправиться вовремя в поликлинику. Они вместе пришли. Лизе предлагаю. В классе сегодня дежурила. Говорю, давай дома тоже подежуришь. Нет, говорит, я откажусь. Я еще хочу с собой. Я хотела выйти без пятнадцати, три. Не успела. Сейчас опять буду в очереди стоять. Пятьдесят пять минут. Ну, в принципе, машина гретая. Поехали записывать Мишку к врачу заранее. Делаем ставки, сколько там народа. Я думаю, что уже много. Я думаю, что вот эти двое тоже идут туда же, куда я и я в очередь. Капец. Пожалуйста, закрывайте дверь. Спасибо. Ого. Обалдеть. А кто крайний? Я. Ага. Уже она, да. Через интернет. Обалдеть. А там через интернет выдает, что нет свободных талонов. Я много раз пробовала. Не получится. Записалась на вторник на десять сорок пять. Будем надеяться, что мы уже выздоровеем. И благополученько пойдем в садик. Главное верить. Сошла в доброцен. Привезли чапи по 1250. И маме посмотрела какао. Горячий шоколад тоже есть. Что-то не поднялась рука сегодня чапи купить. Корм пока у собак есть. Ладно, чуть позже куплю, наверное. Пришел е-мейл мне сегодня. Типа, а не хотите ли вы продлить страховку? Страховка кончается через месяц? Думаю, дай нажму. Продлила. Продлилась. Теперь у меня есть страховой полис. Я его запихала тоже в документы. Все распечатала. Положила в документы, чтобы не забыть потом поменять. Теперь думаю. А техосмотр нужен? Я же уже прошла страховку. Кто что знает по этому поводу, напишите в комментах. Может, можно и без техосмотра теперь. У меня типа техосмотр заканчивается в ноябре. В общем, я как бы прошла, имея еще техосмотр на руках. Но в ноябре-то он закончится. Мне надо его продлить или нет? Еще я сижу в машине. Почему? Мама предложила съездить за маслом. У меня болит голова, и мне охота спать. Ну, это остаточная усталость после вчерашней поездки. Все-таки тяжело часто ездить в Краснодар. Но она предложила угостить меня мороженкой и маслом. Поэтому очень сложно отказаться. Еду. Поехали вы с нами. Времени почти шесть. Магазин работает до семи. Поэтому надо поторапливаться, однако, ребят. Подразнюсь немножко. Ням-нямкой. Мороженка. Главное, есть медленно. Чтобы как Мишка завтра не заболеть. Тут еще мама, сейчас я поверну. Не надо показывать. Чего это? Скажи привет. Привет. Ну все, можно обратно поворачивать. У тебя шорты вон валяются. Я знаю. Это я сюда вкладываю. И что это такое? Я же говорю, упала. Ну, Лиз, ну потому что переполнены полки. Нет. Да? У Миши тоже падал. Хотя у Миши не переполнены. У Миши падает, потому что у него ручки маленькие. И пока неправильно действуют. Ну ты-то большая. Мы тоже маленькие. Мы прям не близкие. Ну, перебрать надо полки. Мама починила полки. Заставила Лизу перебирать вещи. Лиза сидит недовольная. Посеяла красную футболку для физры. Лиза, если ее никто не стирал, тем более, куда она могла пропасть? Ну, видишь, ты ее потрогала, а она исчезла. Наш малявка высох. Ой, какой красивый стал. Ой, какой красивый стал. Скажи, я общаться хочу, общаться хочу. Лиза перестала дуться. Не перестала? Ну, вещи почти все убрала. Ну, поторопись, успеешь тогда. Будешь плохо себя вести, я вообще тебя с телефоном ограничу. Нет, никто не будет. А с чем ты будешь комбинировать купальник? Ну, купальник типа в один из. Ага. Типа, чтобы он пока повисел? Да. Уже подаял мне. Что у тебя все летает? Она специально на камеру играет. Вот специально. Ну да. Ничего не специально. Это с этим нормально? Не знаю. Что там? Ириска на стол, например. На какой? На этот? На этот мелкий. Ириска лишь бы по столам походить. Я не знаю. Наверное, нормально. Да хватит уже. Сначала Филька ее обшипел. Потом этот ее обшипел. Кто, белый? Да. Сидит в переноске, еще усмудряется кого-то обшипеть. Просто всех обшипит. Кроме Милки. Ну, и в принципе, все. Блоки он не трогал. Нет, Блоки он шипит. Блоки сам шипел на него. Нет. Я ее как... Сначала Блоки зашипит, а потом он отворачивается и уже шипит. Командует уже, ага. Сидит в переноске на карантине, а он уже решил командовать. Типа я тут свой. Я самый главный. Ага. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok